В Анастасиевском сельском поселении прошла расширенная сессия совета, на которой глава администрации отчитался о проделанной работе. Какую оценку дали депутаты и жители деятельности поселковой администрации по итогам 2017 года смотрите в первом материале выпуска. Анастасиевское сельское поселение – одно из самых крупных в районе. Здесь проживает более 12 тысяч человек. В местную казну в прошлом году удалось собрать свыше 43 миллионов рублей. Значительную часть средств привлекли благодаря участию в краевых программах. В прошедшем 2017 году наше поселение активно участвовало в трех краевых программах, что позволило увеличить среднюю заработную плату наших работников культуры. Очень хорошая была программа по ремонту дорог. В связи с этим был проведен ремонт улицы Больничной длиной 843 метра на сумму около 3 миллионов рублей. Ну и очень хорошо нам помогали жители, наше предприятие в ремонте щебеночных дорог. Впервые за последние годы было завезено почти 5000 кубических метров щебня совместно с нашими жителями, что позволило отремонтировать более 20 улиц. Что касается уличного освещения, то в прошлом году было установлено 65 светильников. Была проведена большая работа по асфальтированию тротуаров по улице Красной, Ленина, около 25-й школы, а также рядом с детским садом номер 27. Люди все, жители городка, благодарят главу за то, что там у нас сделан очень хороший тротуар. Подход к детскому садику номер 27 и от жителей вокруг жительских домов тоже сделан очень шикарный тротуар. И по ширине, и по качеству. Поэтому Александр Григорьевич, все знают, работает добросовестно, честно. Сами анастасиевцы активно участвуют в благоустройстве своей малой родины. Возникающие проблемные вопросы решает в тесном сотрудничестве с сельской администрацией. Такой подход позволяет работать более эффективно и выполнять наказы населения своевременно. Так, благодаря совместным усилиям удалось решить вопрос с водоснабжением 15 улиц, на которых были созданы кооперативы. Обо всем, что было сделано в поселении в 2017 году и планах на год текущий, Александр Семко рассказал жителям на расширенной сессии совета. Особые слова благодарности были сказаны в адрес предпринимателей, оказывающих поддержку, а также квартальным, которые являются посредниками между властью и населением. И во многом благодаря их заинтересованности и умению убеждать, решались многие вопросы. Особую благодарность заслуживают наши квартальные. Их самое тесное взаимодействие со службами администрации, с нашими жителями и предпринимателями позволяет достичь высоких результатов. Решением Совета поселения по итогам 2017 года лучшим ТОСом назван территориальный орган самоуправления номер 2, председателем которого является Нигеменко Татьяна Григорьевна. Пожалуйста, ей аплодисменты. В планах на год текущий продолжить работы по благоустройству Анастасиевской, ремонту дорог и тротуаров. Планируется завершить строительство храма и малобюджетного спортивного комплекса. Глава района Роман Сенеговский, присутствовавший на расширенной сессии, отметил хорошую работу сельской администрации и высокий уровень доверия населения местной власти. Александр Георгиевич, конечно, достаточно опытный глава, прошел, я уже говорил, прошел серьезную школу и в Крымском районе, и в Славянске он давно уже работает непосредственно, вот даже в нашей команде, и до работы в Крымске и сейчас уже продолжает трудиться. Есть чему у него поучиться, я честно вам скажу, я послушал, 5400 кубов щебня, которые, вот совместно с жителями, вам за это спасибо, которые были завезены на дороге Анастасиевского сельского поселения, это, я считаю, это серьезное такое мероприятие, потому что объем серьезный, и вот поверьте мне, даже в городе столько щебня на дороге не сыка за год. В конце встречи жители смогли задать интересующие их вопросы. Анастасиевцы волновал ремонт дороги из станицы в хутор Ханьков, которая постоянно разбивается большегрузами. Александр Семко уверил жителей, что в этом году эта проблема будет решена. Проезд либо закроют, либо договорятся с владельцами транспортных организаций отремонтировать разбитую трассу. Администрация района посодействует в этом вопросе. Кроме этого, Анастасиевцы задали вопрос, касающийся закрытия въезда в Славянск на Кубани со стороны станицы. Вот закрыли дорогу, въезд в Славянск. Сейчас объездная дорога. Значит, там тоже очень много нюансов. Когда выезжаешь на кольцо из Крымска, там еще можно. Но когда подъезжаешь к Кушке, там со всех сторон, с четырех сторон люди не могут проехать. Там нет ни светофора, ничего. Значит, в связи с закрытием вот этой Славянской дороги, где мы обычно ездили, была одна точка. А теперь три точки образовалось плохого проезда. Ну, поверьте, это сделали не просто так. Это краевая дорога, краевое подчинение. Было принято решение на комиссии по безопасности дорожного движения. Я вот вам уже сказал, что удобство – это все понятно, это удобство. Но прежде всего это безопасность. Поэтому люди гибли, и не один человек. За год там погибло, да, вот, 7 аварий, 4 человека. И, значит, ГИБДД на своей комиссии приняли решение поступить именно таким способом. Как объяснили жители, на объездной дороге, которая теперь ведет в город, образуются пробки, что также создает аварийные ситуации. Роман Сенеговский дал поручение своим специалистам изучить данную проблему и продумать ее решение. По окончании сессии депутат Анастасиевского совета приняли решение работу главы поселковой администрации признать удовлетворительной. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События».